Владимир Владимирович, товарищи фицеры, гости и офицей. Я предоставил доклад, но думаю, что отнимать ваше внимание не стоит, так как уже очень много сказано о нравственном воспитании, о воспитании будущих воинов. И вкратце хочу рассказать о строительстве храма на территории этого часа 64-745. Основная заслуга организации строительства все-таки лежит на корпусе Евгения Владимировича, это полковник корпуса, бывший командир части в часа 64-745. Основа нашей церкви была, в принципе, наверное, даже как-то знаменательна, то, что фундамент был заложен для строительства школы на территории части. Ну вот, было принято решение, сейчас скажу, какому-то, в 19-м году. Сначала строительство церкви. Гласил командир, честно признаю, толком сопротивлялся, отказывался, потому что довольно-таки сложное, тем более знаю, что нужно определенным дням строить, приступать к строительству. Тем не менее, убедил командир, что нужно это строить. То есть, первоначально материальные средства были предварительно закуплены два сруба, старых срубов домов, и основа этих срубов церкви была эти два дома. При освящении мы очень долго ждали освящения храма, так как Владык Владиастовский не смог на его первоначально приехать. Ждали мы где-то более двух месяцев его. Когда он прибыл, он уже убедил командира нашего, что нужно строить не часовню, а строить храм. То есть территория больше. И в процессе началось, то есть мы сломали фундамент и увеличили площадь. Это была просьба Владык Владиастовского. Когда уже большая часть сруба была готова, оказалось, что не хватает нас строительного материала. А, да, еще скажу, первоначально деньги шли, я не знаю, куда не брались деньги. Я брал их в командир, если я так честно. Он дал его. Это первоначально. Потом была создана в части комиссия, создана инициативная группа. Периодически проводились собрания личного состава, офицеров, правщиков, выслужащих по контракту. И, скажу так, ненасильственные формы. Предлагалось оказать помощь в содействии. И я так думаю, что я никуда не влаживался в деньги, что большая часть людей... Сбор происходил, по-моему, три раза за время строительства. Отвечал за эти деньги, вот, некоторые офицеры знают, подполковник Иванов. Я перед ним отчитывался чеками. У меня есть тетрадь, до сих пор она лежит. У меня, сразу скажу, потрачено прямых денег, где-то около 400 тысяч. Это только прямых денег, возвраты, материальные. И происходили сборы, именно, еще раз говорю, три раза в год. Я даже отчитывался, практически каждый квартал, за чеками и деньгами. Оказалось, что не хватает, вернусь назад, оказалось, что не хватает материала строительного бруса. Поехали мы по предпринимателям. И вот на кирзаводе лесопилка пошли нам навстречу. И цена на тот момент была, по-моему, 80 с чем-то 100 кубометров бруса. Они нам продали на 2 200 дешевле. То есть, значительно дешевле. Да, еще минут назад участвовали в строительстве храма. Я и трое срочных, солдат срочной службы. Ну, они были отобраны специально, что люди добросовестные, не нужно будет контролировать. Это очень, конечно, странно звучит, но тем не менее, контролировать их очень, контролировать очень мало. Еще вернусь назад, что основная помощь командира была, может быть, я неправильно скажу, он не заставлял. Он подходил и спрашивал, что чем помочь, чем помочь. Он не подгонял, что так быстрее, как всегда в армии, быстрее завтра, чтобы готово было. Оказывал помощь. Словом и делом. По откачанию самого сруба возникла проблема материала на крышу. Опять пошли мы по предпринимателям. Опять, я не буду называть фамилии, их очень много на данный момент. Помогли нам с железом. Нам каждый магазин делал скидку, обязательно довольно-таки значительную скидку. Все магазины почти. Мы обращались, ни один не отказал. По прибытии в нашу епархию владыки Арсеньевского, оказалось, что мы неправильно поставили в трубу, в центре. И пришлось нам все опять переделывать в армию. Срезали в трубу. Оказал очень большую помощь в этом Сергей Дмитриевич, предприниматель. Большинство, наверное, знает городского предпринимателя. Железо, я так думаю, что 1150-1180-200 он вложил своих денег в это строительство, в материалы. То есть основа железа была два тавра, трубы, потом сама колокольня наша, крест, купол. Это все его деньги. И не буду продолжать дальше, как мы строили. В 2011-2013 году мы закончили строительство практически ровно два года. И осветили его, я не помню, число 24-го, по-моему, июля 2015-го года. Несмотря на то, что я иногда расхожусь с платок церкви, ну, бывает иногда, я больше не буду объяснять, не буду говорить. Я согласен с тем, что церковь на территории части нужна. Почему? Потому что ведь действительно последний год нравственного состояния молодежи настолько низко. И церковные заповеди «не убей, не укради, не сотвори себе кумиры, не блю по действиям» и так далее, они общечеловечны. Общечеловечны. И если храм помогает солдату гражданскому разговорить со своей душой, разговорить с самим собой, я думаю, что для этого именно она и нужна церковь. Человек пришел, рассказал о своих проблемах, может быть, понял сам себя, может быть, нашел там помощь. И сейчас я знаю, что, не сказать, что много, но солдат обращается, отец Михаил к нам часто приезжает, помогает, и вот он привозил к нам, привозил с московской епархии, очень беседа понравилась солдатам, они настолько заинтересовались, они очень долго не отпускали, человек к нам приехал. Довольно-таки интересно. Казалось беседа для солдат, я, честно говоря, не ожидал, думал заснули, нет, не заснули. Очень были внимательны, внимательно слушали. Еще раз возвращаюсь, церковь на территории части нужна. Она поможет одному, может, двоим, троим человеком. Можешь сказать, спасти свою душу? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей Григорьевич.